Музыка Если ты еще не подписан на мой канал И у тебя есть пожелания или комментарии Ты можешь оставлять их в инстаграме У меня в дайрект Ссылочка будет в описании И пиши комментарии под этим видео Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Всех приветствую на канале HDLessus Спасибо, что смотрите меня Сейчас я хочу рассказать коротко Как я заразился болезнью под названием BMW Щелк Виталий, расскажите С какого момента у вас появилась любовь к автомобилям? Это был 2009 год Когда я закончил автошколу С первого же дня Я получил свой первый штраф За непропуск пешехода Это была старенькая Мазда 1992 года Отцовская И я выехал кататься и покорять просторы города Сначала было очень страшно Я думал, что мне трудно осилить вождение как таковое Но со временем мне это понравилось И просить у отца своего автомобиля Стало более часто Потом, спустя 3 года Я купил себе первую машину Это Mazda XEDA6 Потому что на то время Я кроме Mazda не знал других автомобилей И мне казалось, что было бы логично Продолжить этот путь на автомобиле Mazda Скажу сразу Первый автомобиль дался мне нелегко Купив его за 3000 долларов Было вложено в процессе эксплуатации За 2 года Около 7 И я понял, что Оно не окупало себя В итоге я был очень недоволен автомобилем Мне хотелось погонять Поездить Но с мотором 1.6 Это было сделать нереально Ну, дальше Началось то, чего я не ожидал Я купил свою первую BMW Продал Mazda Напомню, что вложил я где-то Купил ее за 3 Вложил около 7 тысяч И в общей сумме Продал его в итоге Не дороже рыночной цены За 4 тысячи И то очень долго продавал Нашелся человек Который оценил эту машину По достоинству Ну и пошел процесс сбора денег Собирал я деньги Думал, купи что-то посвежее Я увидел в интернете объявление О продаже BMW E36 В темно-сером цвете С мотором 2.5 Созвонился с человеком Договорились встретиться Очень с нетерпением ждал встречи Так как хотел очень посмотреть Что это за автомобиль Внешне он выглядел отлично И когда подъехала эта машина На стоянку Где мы договорились встретиться Да, я был приятно удивлен Красивый автомобиль Мощный мотор Когда он открыл капот И двигатель занимает Все свободное пространство Хотя у меня в Mazda Был вот такой вот Маленький движок И больших я не видел Я сразу загорелся Купить этот автомобиль Но после покупки Началось то, что началось Чтобы вы понимали До этого я вообще не разбирался В автомобилях После покупки BMW Буквально через 3 месяца Я научился разбирать ее От а до я Значит отъезжаю я От стоянки На полном ходу Думаю проверю Что такое мотор 2.5 Все машина куплена Моя Можно топить В общем Даю газу И понимаю Что происходит что-то неладное У меня в салоне появляется дым Я начинаю задыхаться У меня есть подозрение Что машина горит Я останавливаюсь на трассе Посреди трассы Открываю двери Из дверей Вываливается куча дыма Я не могу понять Что происходит Хорошо, что мне хозяин Оставил огнетушитель Видимо знал об этой проблеме Я конечно знатно Пересрал тогда И Прошел какое-то время Дым рассеялся Я понимаю Что проблема С глушителем Глушитель был дырявый И гонять Особо не получалось С тех пор Мое знакомство с BMW Началось Именно с этого После этого Начался у меня Первый процесс Сварки Знакомство с автомастерами Где их может кто-то Сделать подешевле Поинтересней Первую машину Полностью переварил Но до покраски Дело не дошло Я катался Наслаждался 2.5 М50 Б25 Ванус на чипе Очень хорошо Машина ехала Как бы денег на нее Я не жалел Но когда настали Сложные времена Я начал понимать Что машина из меня Выкачивает очень много денег И я ее просто не тянул Тут еще мотор стукнул Пришлось ставить второй На второй мотор как-то еще Деньги я насобирал Но со временем И второй мотор Что-то с ним пошло не так Он начал перегреваться В итоге У меня лопнуло ГБЦ Кое-как собрав Мотор из двух половин Я ездил Но уже Любовь к BMW Моя угасала Просто нереально А тут еще Случилось следующее У меня изначально При покупке На дверях Была вмятина Я решил ее Удалить методом споттера Это когда Приваривают металлические Ключи к дверям И вытягивают Но Я забыл одну деталь Что перед тем Как это сделать Нужно счистить краску А на покраску деталей Я был не готов Так как у меня был Темно-серый и матовый цвет И покрасить в матовый цвет Почти нереально В итоге С тех пор Мне пришла в голову идея Обклеить машину в камуфляж Сделать Камуфляжный BMW И в те места Где находится Голый метал Получается Наклеить эти наклейки Дабы закрыть Огрехи этого кузова Сделано Было круто Как бы Люди разделились На два лагеря Те кто говорят Ты что дурак что ли Зачем ты это делаешь Ты что Тебе сколько лет А вторые говорят Вау это как круто Агрессивная машина Классно смотрится Ну и с тех пор Я где-то годик прокатался ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Понимаешь что BMW мне как-то надоедает Я вкладываю деньги Время трачу Не получая должного выхлопа Точно такое ощущение У меня когда-то было с Mazda И у меня было принято решение Ее продать Выставил я объявление О продаже Сразу было в принципе много звонков Но естественно никто не хотел покупать за ту цену Которую я за нее хотел В принципе я выставил цену невысокую Как по рынку Потому что я понимаю что Боевой окрас это специфический автомобиль Плюс я написал сразу о проблемах с двигателем То есть тот кому надо под восстановление Бо ее купили Ну после того как я продал свою 36 Я две недели катался на маршрутках И понял что для меня это пытка И на 46 я не накоплю Плюс мне позвонили И дали информацию что 46 уже недоступна Так как ее кто-то разбил Какой-то урод Катался на ней и разбил Увидел я в объявлениях идеальную Е34 Как по фотографиям Потом когда казалось по правде Она реально была офигенная Почти в идеальном состоянии Свежекрашенная Еще и на газу На колесах HC Schmitzer 2 Я вообще даже долго не думая Сразу приобрел ее Но какое-то время покатавшись Я понял что 34 это офигенный автомобиль Комфортный Очень удобный Плюс еще газ Что немаловажно Но это были 2 литра И вообще как бы Ты садишься в нее У тебя есть ощущение Что садишься в очень старую машину Когда ты садишься в 36 Такого ощущения нет Как будто бы В более свежей машине Ну хотя это и понятно Типа следующая модель Все дела Но Иногда сидя в кузове Е36 Скучаю за Е34 За то что Она очень комфортная Если бы я мог вывезти По деньгам Я бы наверное Оставил себе 2 автомобиля Это 34 и 36 Было принято решение Продать 34 Поездил на ней Совсем недолго Около месяца А то и 2 Продал по причине того Что мне нужно было Срочно деньги По личным причинам И купил я себе Спустя 3 месяца 36 То же самое Как бы Ездил на работу Маршрутки Надоели Я понял Что мне нужно Брать тачку Опять я не накопил В общем Есть такая Прикольная ВК Мем Такой Типа Копил на ламборгини Но купил Сникерс и жвачку И деньги кончились Вот это Та же ситуация На эту 36 Я смотрел В принципе Наверное Около недели Следил за этим Объявлением За ценой Изначально цена меня не устраивала Цена была завышена По моему мнению Говорить сколько я не буду Потому что в Украине Неадекватные цены На буу автомобили Начал Диалог По торгу С продавцом В итоге договорились Грубо говоря О той цене Которая мне нужна Человек оказался Сговорчивым Молодой парень Который купил себе Уже Subaru И ему 36 Была ни к чему Поехали в Мрэлло Оформили машину И вот я уже счастливый Обладатель Е36 Субтитры сделал DimaTorzok И в итоге Я счастливый Обладатель BMW E36 96 года С мотором М52 B25 Но модель Называется 323 Чем она меня Подкупила Перед тем Как я ее увидел Я смотрел Еще несколько Автомобилей У меня вообще Были желания Купить какую-то Шкоду 2004 года Чтобы просто Спокойно ездить И закончить Этот спектакль Со старым Автомобилем Но Когда подъехала Эта машина Вначале Она мне не понравилась У меня были Две смотрины Этого автомобиля Приезжал человек Один раз Второй раз На первый раз Меня смутило То что Это была зима Январь И человек Подъехал ко мне Я решил сразу Проверить Крышку Маслосаливной Горловины И увидел там Эмульсию Что у меня Сразу подозрение Вызвало Что мотор Здесь тоже Ушатанный Потом до меня Дошло что Скорее всего Мотор не ушатанный А проблема В том что Просто человек Ездит редко Потом это подтвердилось Тем что Человек Купил себе Субару И не ездит На этой машине Он пригнал ее Только ради меня Что показать Автомобиль Был куплен За этот короткий срок Блин Вообще Разные автомобили На самом деле У меня был До этого 36-94 года До рестайл И Рестайл Видно Реально Прогресс В этих автомобилях Даже Вот элементарно Во всем У меня здесь И климат Работает И состояние Более Приятное Я понимаю Что скорее всего Все зависит От владельца И может быть И до рестайла У кого то есть Живой Но в рестайле Как то все Интереснее Что ли И как то Вот оно Уже более Совершенно Я вот Четвертый месяц Уже почти Катаюсь Без всяких проблем Никаких особых Поломок у меня Не было Единственное что Я поменял Расходники Переднюю подвеску Кстати Об этом вы можете Почитать у меня В журнале В драйв двору Ссылочка будет У меня в комментах О том Что с ней Уже сделано Из самых больших Доработок Это были Куплены колеса 17 Сделана передняя Подвеска Да и все В принципе Основные затраты Это на бензин Кондер здесь Заправлен И работает Что немаловажно Для 96 Здесь из Алькантары Уже перетянут Чему я очень рад Комплектация Мне очень порадовала Здесь есть Подголовники Для задних пассажиров И откладывающиеся спинки Что очень немаловажно Я если честно До этого момента Даже не знал Что в 36 Такое бывает Буквально В итоге Суммарное Вводение Машины БМВ Вообще Как таковое У меня Два года Даже может 3 За этих 3 года Из моих знаний Что колеса Должны быть круглые Я сейчас умею делать Полностью перебор Двигателя Самостоятельно Что я уже Не раз делал На предыдущей 36 Собирал двигатель Полностью с нуля Моменты затяжки Все я это знаю То есть Как бы Ну Стремление к знаниям В технике У меня есть И за 3 года Я научился Практически с нуля Разбирать Собирать Свою ласточку В итоге В общем Подытожить Хочу Своё Маленькое Откровение Я не очень Сильно Люблю БМВ Маленькое Моя прелесть Моаааа Ласточка Сейчас поедем Кататься Новые диски Купим Папочку Терю Но они доставляют Радость Серьёзно Вот если она работает Удовольствие На все деньги Не важно Какой у тебя расход Ты тапку втопил И поехал Ты забыл Про расход Про деньги ты вот остановился в поле без бензина вот тогда ты начинаешь нервничать а пока ты едешь ровно и она едет никаких проблем поэтому парни если есть желание покупайте бмв это невероятный опыт но и кайф от вождения девочки ваши всем спасибо кто меня смотрит подписывайтесь на канал и лесу ставьте лайки и пишите комментарии всем спасибо пока